Рыбакит Клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Привет, я Ваня, а ты на канале Рыбакит. И сегодня лето, и я рисую самый летний рисунок. А что ты скажешь? Что же самое летнее? Море. Да, но я рисую сегодня пальмы. Так что рисуй со мной пальмы, и это будет легко и просто. Я думаю, всем нравится иногда подумать о море. Даже если ты сейчас не на море, ты хочешь что-то нарисовать морское. Морской пейзаж, может быть закат или расцвет, или море, рыбы. Но сегодня пальмы. Мы нарисуем две точки, поставим вот здесь точечку, поставим и здесь. Это центры наших пальм. И они вот так стволами будут идти вот сюда и вот сюда примерно. Мы для начала это все поставили. Я рисую фломастером, ты можешь рисовать карандашом. Будет так же хорошо. И самое главное для пальмы, это конечно же листва. И мы рисуем листву так. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чем больше листвы, тем больше. Давай считать. Один, два, три, четыре. Давай еще нарисуем. Пять, шесть. И давай еще. Нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Давай еще один нарисуем. А здесь у нас кокосы будут висеть. Потому что я рисую кокосовую пальму. Кокосовую. получается. Вот здесь может быть еще один влезет листочек. Отличный. Первая пальма у меня почти готова. Теперь рисую вторую. Вторую немножко труднее, потому что здесь уже место меньше осталось. Но мы постараемся. Вот отсюда мы нарисуем большой. Сюда большой листик. Вот так идет. Сюда нарисуем поменьше листик. Сюда. И конечно здесь ты можешь столкнуться с проблемой, что у тебя некоторые листики большие, некоторые маленькие. Но я тебя очень прошу не останавливайся. Рисуй эти листики во все стороны. Даже если они заходят один за один. Вот как сейчас у меня. Я не останавливаюсь. Я рисую пальмы и листики. Давай считать сколько листиков. Я хочу, чтобы на каждой пальме было по 7 листиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмой нужно засунуть куда-то. Куда же, куда же, куда же. Давайте вот здесь. Раз, седьмой сюда. Отлично. Теперь мы рисуем нашей пальме стволы. Стволы немножко, я придумал, что рисовать немножко сложнее. Смотри, так вот. Мы так будем рисовать. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Опа! Как маленькая елочка. Это одна сторона ствола. Теперь вторая. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. И вот ствол готов. Пальма готова. Здесь только можно соединить и получилась пальма. Никто не поспорит, что это настоящая пальма. Да, мы забыли здесь шарики нарисовать. А шарики, это, конечно же, кокосы. Мы же рисуем кокосовую пальму. Не переживай, что если вот у нас видно, что там мы потом все закрасим и получится у нас все четко. А теперь большущую пальму. Давай сразу нарисуем кокосов. Прям сверху больших 3 кокоса, к примеру. Нет, хочу 4. Нет, хочу 5. 6. 6 кокосов. Это было бы здорово. Теперь рисуем левую часть пальмы сюда. И сразу смотрим на эту точку. И отсюда ведем елочку. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Опа. Готово. Теперь 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Получается здорово. И, конечно же, нужно стараться, чтобы они были напротив друг друга. Вот эти вот лесенку, которую мы нарисовали, чтобы они были напротив друг друга. Но это как получится. Немножко листвы здесь. Травка здесь. И здесь. Здесь у нас песочек. Так-так-так-так-так-так-так. Песочек я показываю просто точечками. А здесь у нас уже и песочек закончился, и началось море. Так что сегодня получилось. Мы рисуем не только пальмы, но и море. И все зависит от того, как ты это все раскрасишь. Я раскрашиваю масляной пастелью. Я тебя прошу, тоже раскрашивай этот материал, потому что он очень сочный и яркий. И легко раскрашивать все цветы, все листы, все яркие места, маленькие и большие вещи. К примеру, ты можешь нарисовать и кита, и магазин, и машину, и что-то очень мелкое. К примеру, как принцессу Холли. Я ее тоже рисовал. Я взял светло-зеленый цвет. Светло-светло-зеленый. Я бы его назвал даже лимонный, может быть, или лимонный цвет. Он очень желто-зеленый. Он очень яркий и сочный. Он мне очень нравится. Везде я добавлю его для начала. А после этого я возьму темно-зеленый. Прям сверху буду рисовать. Не темно-зеленый, а самый обычный зеленый цвет. И как раз вот сейчас-то я буду рисовать более ровненько. Буду не просто мазать уже посерединке, а уже краешки моих листиков буду закрашивать. Каждый краешек вот здесь я буду стараться. Здесь, если у тебя есть желание, то обязательно постарайся. Я думаю, что мама, папа оценят, что ты очень старался, что ты раскрашивал и не бросил рисунок на полпути, а закрасил все это до конца. Раскрасил и даже красил разными зелеными цветами. Потому что обычно кто-то возьмет, к примеру, и все покрасит одним зеленым цветом. Как будто он маляр. Одним зеленым цветом или одним синим цветом покрасит все-все небо и все-все море. Оно будет ровное зеленое. А в жизни разве так бывает? Такого не бывает в жизни. Так что я закрасил и светлое, и темно-зеленым. Отлично, это мы сделали. А теперь я покрашу пальмы. Пальмы у меня будут такого светло-светло-желтого или светло-коричневого цвета. Такого вот коричневато-желтовато я его называю. Мне он очень нравится. Я часто его использую, когда рисую собак. Мне больше всего нравится собак рисовать, конечно же. Теперь еще туда добавляем в песочек его. Сюда же можно добавить желтенького. Желтого тоже возьмем побольше. Здесь добавим песочек желтый. Он не очень яркий цвет, он очень мне нравится. И тут же этим желтым можно нарисовать кружок. Погадайся, что это за кружок. Это, конечно же, солнце. Оно ярко светит. У нас получилась настоящая летняя картина. Почти мы все закончили, но не все. Мы возьмем коричневый и закрасим наши кокосы. Кокосы они внутри белые, а внутри коричневые. И вот из-за этого я-то все покрашу коричневым цветом. И как раз этот коричневый цвет мне пригодится, чтобы покрасить мои пальмы. Вот здесь каждую пальму я немножечко подмажу. Потому что на самом деле пальмы не такие светлые, они такие коричневато-светлые. Вот такие у меня пальмы получаются. Как настоящие. На этом мой рисунок почти закончен. Кроме того, если я хочу нарисовать немножко моря. И предлагаю тебе взять бирюзовый цвет и покрасить здесь несколько волн. Так покрасить, покрасить, покрасить. Бирюзовый цвет идеально подходит для цвета моря. И здесь много цветов, может, не надо взять. Ну, может быть, еще синенькие возьму. Как я говорил, что один цвет мы всегда стараемся использовать разные цвета. К примеру, взяли ярко-синий, голубой. Нарисовали вот таких волн. Может быть, даже фиолетовый. Или еще какой тебе нравится. Так что используй цвета по своему желанию. Вау! Море здоровское. Пальмы здоровские. И, я думаю, рисунок у тебя получился тоже здоровский. Если у тебя есть рисунок, то я его очень прошу тебя прислать мне. Это можно сделать в Инстаграм. Лучше всего сделать сториз. Мама, попроси, сделай. Мам, сториз. Меня сфотографируй в полный рост с моим рисунком. Я увижу и твое лицо. Портрет. Как ты выглядишь? Сколько тебе лет? Я догадаюсь. Примерно, может быть. Если ты напишешь, то тоже хорошо. И увижу твой рисунок. А он пойдет в мою коллекцию. Тут же я его к себе репостну. Так что зову тебя участвовать в моем рисунке, в моем таком летнем рисовании. Все. Каждый день я рисую для тебя. Не могу я остановиться. Когда я рисую, я всегда хочу что-то нарисовать еще. И мои пальмы сразу появились. И когда я их нарисовал и думал, что рисунок закончен, я подумал, что лучше нарисовать на них прожилки на каждом листике. И это тоже здорово, потому что можно нарисовать очень мелкий и изящный рисунок. И кажется, что рисовал ребенок. И все. Вроде бы простой рисунок. Но если ты нарисуешь и светло-зеленый, и темно-зеленый, и такие прожилочки, и коричневый, и темно-коричневый. И все поймут, что ты настоящий художник. Не могу остановиться, но приходится. На сегодня мой рисунок закончен. Я жду твоего рисунка, твоей пальмы, какие они у тебя получатся. Мне интересно. и прихожу завтра и рисую новый рисунок для тебя. Всего хорошего и до новых встреч. Рыбакит Клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова